Вот доделал направляющую шину для циркулярки, про которую я писал статью на Яндекс.Дзен, ну сейчас Дзен без Яндекса. Вот так вот она выглядит, сделана из фанеры. Старался выдержать полностью четко все размеры, ну как получилось так и получилось. Зашельфовал здесь, чтоб гладенько она ездила. Вот это у меня воздухотвод такой, воздухотвод в пылесос. Шина прижимается струбцинами, так вот обычными. У кого какие есть, в краешку. Ничего вот она нужна, ну для того, чтобы не уводила в первую очередь пилу. Она как по рельсу едет здесь, я вам все покажу. Вот так вот. Диск вот в этой прорези. Это я поднял площадку сейчас. Вот так вот передвигается. Сейчас я покажу, как она в действии, в реальном. Вот эта вот защита. У меня есть здесь блокиратор. Вот этой защиты, чтобы постоянно вот так не отжимать. У меня есть приспособа, сейчас покажу. Вот такая приспособа, она блокирует вот этот кожух, который поднимается вот так. Все знают. Вот это приспособа блокирует, ну чтобы не возиться с этим. Вот так вот она сюда вставляется. Друзья, я снимаю гастатива, все шатается, все вкривкость, конечно, сейчас съемка. Но не ругайтесь в ходовых условиях. Так вот она сюда защелкивается. Сюда вот так вот. Ну такая заглушечка, в общем. Блокирует этот кожух. Вот она. Диску она не мешает. Это я подглядел у американца одного, он блокирует этот кожух, только он вот здесь штырек такой нажимает. Щелк так, все, придумано. А я вот так сделал. Отдельно. Ну и вот. Вот она вот так вот ведется. Старался выдержать все четкие размеры, все точно. Это вот бортики вот эти рельсовые, которые удерживают здесь подошву. Я проклеил на клей ПВА, зажимал струбцинами. Серьезный клей, мощный. Специально применял. Выдержал все размеры. И вот здесь четко все. Ну и вот как бы люфтов-то нету. Маленький микро зазорчик я сделал, чтобы у нее свободный ход был. У подошвы циркулярки. Вот видите, классно. Было бы классно, конечно, еще вот здесь вот есть такой материал. Паранит называется. Ну паранитовые полоски вот здесь проклеить. Но зато, ну, тем самым тогда надо будет бортики выше ставить. Потому что выскочит подошва пилой. Она вот так вот соскочит. Толщик, бортики надо. Но зато скольжение будет лучше. Это вот здесь паранитовые надо ставить. Они такие скользкие. Они как маслянистые, но они не ляпаются. И на саму подошву тоже. Вот здесь вот. С обратной стороны. Вот так вот видите, где потертость. Вот эти полозья паранитовые. Или можно только здесь. Они, по ходу, дело будут скользить вот здесь вот здесь вот тоже. Ну и паранитовые полоски эти я не знаю, где их продают пока. Ну, пока обойдемся без этого. Просто идеально зашлифовал. Ну, наждачки там, ну легкие. Вот это вот кругляшки. Это, ну, глазки, прицел на разметку. Ну, то есть вы видите разметку и вот выставляете по линии. Смотрите, пила. Она как бы смещена вправо. И вот этот вот срез, ну, вот эта щель, прорезь вот эта, она тоже как бы правее. А левее вот двигатель. А струбцины не все подойдут. С левой стороны. Сейчас это вот с правой получается. А так вот по ходу движения это с левой стороны. У самой пилы, конечно, это как ее, жиденькая такая подошва. Пила-то хорошая, классная. Ну, работать можно, короче. Ну, вот такая жиденькая, когда на самом верху, если поднять площадку, саму пилу от площадки, вот как сейчас. А так ее можно спускать. Вот, естественно. Вот раз и все, она прозиблилась. То есть меньше становится ход у пилы. Вот так. Вот. Диск мультиматериал 54 зуба вот здесь. Это меньше скола. На DSP, на ламинированном DSP, ну, на древесине. Очень такой деликатный рез. Нормально режет, кстати. И вот сколько пользовались, он что-то, нет следов подгорания, как у других дисков. То есть вообще, ну, износа нет никакого. И он особо не толстый, сам по себе диск. Вот, приглядитесь. Ну, пила. Вот этот образец, вот такой, уже не продается. Вот это давал в чужие руки. Давал в чужие руки пилу, и вот рубанули. Чужие руки вечером нанесли. Надо будет заменить, тут есть провод. Поставлю длинный резиновый, 5-метровый. Отдельно приобрету. Ну, пока так, через удлинитель. Вот у него удлинитель. Вот это вот тоже нашел где-то на помойке. Это катушка, она вся была разбитая. И вот основание, на котором держится, я снял, потому что, ну, неудобно таскать. Вот так гуляет инструмент, вот этот бочонок. Неудобно. Покрасил я красный цвет. Ну, выбрал, подобрал. Хотел там и оранжевый, и синий. Ну, почему-то подумал, что красный лучше сыграл. Маля размер не очень хорошие. Покрасил вот как смог. Ну, прикольно зато. Получилось, все гладенько, как лакировано. Он даже блестит. Вы видите. Вот так это все дело выглядит. Вот такая, пильная такая экосистема. Кто в теме, тот понимает, что косые резы, ну, угловые, допустим, вот так вот наискосок, милое дело через шины. Конечно же, покупные шины, это круче. Они из алюминия, там, фирменные. Там, хотелось бы, конечно, какую-нибудь фельдеперцевую супер-пупер. И пилу тоже хочется, конечно. Но это все дорого нынче. И всегда было дорого. Это не мое личное вот это вот. И это я на работу сейчас сделал. У нас особо-то не выделяются деньги на все вот это дело. Так, все подешевле ищется, поэкономнее. А требуется, вот это требуется. Ну, вот пришлось наколхозить. Так что имеется в виду, друзья, есть такой вариант. Сейчас я покажу, как это работает. Ну, вот, допустим, вот так вот я установил это все дело. Допустим, вот под углом вот это вот. Кто в теме, тот поймет. Сейчас еще раз покажу. Ну, в общем, вот так вот режут. Такая вот шина для такой дисковой пилы. Кому-нибудь пригодится, думаю. Ставьте свои оценки, подписывайтесь. Всем пока.